Курс на развитие. Компания «Лукойл» инвестирует в месторождение на территории Ненецкого округа. Возможны финансовые риски. Казна региона может недополучить налогов на 4 миллиарда рублей. Заполни декларацию. В Ненецком округе продолжается кампания по декларированию доходов, полученных в 2015 году. С главными новостями к этому часу с вами в студии Илья Сахаров. Компания «Лукойл Коми» – стопроцентное дочернее предприятие «Лукойла», работающее в Республике Коми и Ненецком округе, планирует в текущем году увеличить объем добычи нефти и газа на 2%. В абсолютных цифрах объем добычи составит 19,2 миллиона тонн условного топлива. Об этом сообщил вице-президент «Лукойла», генеральный директор «Лукойл Коми» Александр Лейфрид. Размер инвестиций в производственные объекты «Лукойла» на территории Коми и НАО составит в 2016 году 69 миллиардов рублей. В первую очередь инвестиции будут вложены в бурение. Это порядка 30 миллиардов рублей в Коми и Ненецком округе. Затем в программу утилизации попутного нефтяного газа, сообщил вице-президент. Кроме того, в этом году будут запущены объекты «Лукойла» на восточно-ламбийшорском месторождении на севере Коми. В частности, к сентябрю будут введены в эксплуатацию установки по очистке и грануляции серы. В ноябре планируется завершить реконструкцию Усинского газоперерабатывающего завода. Из-за ухудшения конъюнктуры нефтяных цен в этом году существуют риски недополучения 4 миллиардов рублей доходов в бюджет Ненецкого округа от реализации Хорегинского СРП. Поступление от прибыльной нефти по СРП формирует почти 3 доходов окружного бюджета. Об этом в интервью нашему каналу сообщила главный финансист региона Татьяна Лагвиненко. По ее словам, по традиции, в начале каждого года расходы бюджета превышают доходы. Но раньше кассовых разрывов удавалось избегать благодаря существенным переходящим остаткам на счетах бюджета. В нынешнем году из-за снижения цен на нефть эти остатки оказались минимальны. Тем не менее, подчеркнула Татьяна Лагвиненко, пока все идет в рамках плана. Все идет в рамках плана. Естественно, что доходы идут, поступление идет как положено. Мы получаем налог на имущество, мы получаем НДФЛ. В принципе, все, что запланировано, в соответствии, идет пока в графике. Но у нас выпадение по СРП. Хорегинское СРП, в котором мы считаем, что порядка 4 миллиардов мы недополучим. Но эти расходы отнесены пока на вторую половину года. Поэтому сейчас мы очень экономно живем, очень жестко планируем. Живем четко в соответствии с заявленным кассовым планом. Считаем каждый день, каждую копейку. И минимизируем использование кредитных средств, поскольку это достаточно дорого. В целом, финансовая ситуация, в которой сегодня оказался регион, не настолько критична. Главное, что в округе нет долгов по зарплате, социальным выплатам и уплате налогов. Я хочу сказать, что даже в случае непоступления этих 4 миллиардов, все остальное нам поступит. Поэтому здесь, естественно, что мы сейчас смотрим, что мы можем еще приостановить. Либо, может быть, что-то перенесется на следующие годы, когда будет более благоприятная ситуация. Сегодня Ненецкий округ готов к развитию по самым худшим сценариям. Для этого проводится планомерная работа по оптимизации расходов и поиску новых источников пополнения доходной части казны. С 1 января 2016 года началась кампания по декларированию гражданами доходов, полученных в 2015 году. Декларации в налоговую инспекцию по месту жительства в соответствии с налоговым законодательством обязаны представить лица, которые получили доход от продажи или сдачи в аренду имущества, от предпринимательской деятельности, а также другие доходы. Полный перечень лиц, на которых возложена обязанность предоставить декларации в связи с полученным доходом, определена налоговым кодексом. В первую очередь, граждане, которые в течение истекшего года получали доходы от организаций и физических лиц, которые не являются налоговыми агентами, граждане, которые получили доход от продажи имущества, которое находилось в собственности менее трех лет, граждане, которые получили доход от источников, которые находятся за пределами Российской Федерации, доходы от выигрышей, доходы от полученной в порядке дарения, то есть в любой форме, и физические лица, которые получили доход в виде денежного эквивалента имущества, ценных бумаг, переданных на пополнение капиталов. Также подлежат декларированию доходы, получаемые физическими лицами от продажи ценных бумаг, а также от продажи имущества, непосредственно используемого индивидуальным предпринимателем в своей деятельности. При этом стоит отметить, что освобождаются от представления декларации и декларирования соответствующих доходов, которые были получены от реализации имущества, которое находилось у них в собственности более трех лет. Срок предоставления декларации в 2016 году наступает 4 мая. Налог, который будет исчислен на основании представленной декларации, необходимо оплатить не позднее 15 июля. Что касается деклараций, которые предоставляются в связи с заявлением о получении налоговых вычетов, то их можно представить в течение всего года. В 2015 году в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу было представлено 3644 декларации по форме 3НДФЛ. С более подробной информацией о порядке декларирования гражданами доходов, получении налоговых вычетов, можно ознакомиться на официальном сайте регионального налогового управления. Там же в разделе «Программные средства» размещена программа «Декларация 2015» по автоматизированному заполнению декларации. Дата ледохода на реке Печора станет известна 3 апреля. Профилактика «Лучшее лечение» в Ненецком округе прошел день борьбы с туберкулезом. Дело осталось за малым. В округе завершена установка камер программного комплекса «Безопасный город». Теперь систему приводят в рабочее состояние. 24 марта во всем мире отмечается День борьбы с туберкулезом. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире регистрируется 9 миллионов новых случаев заболевания туберкулезом легких. По ряду оценок, это заболевание ежегодно уносит 3 миллиона человеческих жизней. Из них около 10 тысяч детей. В списке 22 стран, в которых, по мнению ВОЗ, сложилась наиболее угрожающая ситуация, есть и Российская Федерация. За последние годы, благодаря повышению эффективности противотуберкулезной борьбы, удалось снизить показатель смертности и приостановить рост заболеваемости туберкулезом. Относительно благополучно на фоне всей страны выглядит эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в Ненецком округе. По данным Департамента здравоохранения региона, уровень заболеваемости в НАО имеет ярко выраженную тенденцию к снижению. Окружной туб-диспансер – старейшее и единственное в регионе медицинское учреждение, направленное на лечение пациентов с диагнозом туберкулез в разных его формах. Это заболевание вне возрастное. Ему подвержены все от мала до велика. В детском отделении противотуберкулезного диспансера 30 коек, заняты 23. Сегодня здесь находятся ребята от 3 до 13 лет. Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. В сегодняшний день у нас нет заболевания туберкулеза, локального туберкулеза. Это дети с виражом, то есть с инфицированием или заражением, проще так сказать, туберкулезом. Дети из очагов туберкулезной инфекции. Вместе с должным лечением и обогащенным питанием маленькие пациенты получают максимум внимания воспитателей, а ученики начальной школы не отстают от школьной программы. Средняя продолжительность лечения в стенах тубдиспансера составляет от 3 до 6 месяцев. Пациенты с соответствующим диагнозом сегодня есть и во взрослом отделении. Сегодня здесь проходят лечение 18 человек. Из них только двое – бациллярные больные, то есть те, кто страдает открытой формой туберкулеза. В сравнении с прошлым годом, здесь 2014, пациентов значительно меньше. И новых случаев тоже меньше заболеваний туберкулеза. Действительно, за последние несколько лет эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в НАУ изменилась в лучшую сторону. Медики региона заявляют об очевидном снижении количества вновь выявленных случаев. В динамике это выглядит следующим образом. А в 2014 году в округе было выявлено 42 новых случая туберкулеза. В 2015 – 22, почти в два раза меньше. На начало текущего года медиками Нинецкого округа диагноз туберкулез был впервые поставлен трём жителям региона. Несколько лет назад в помощь окружным медикам в регион поступил БЦР-анализатор. Благодаря новейшему оборудованию теперь за одно посещение врач может поставить пациенту диагностику и назначить лечение. Мы всё делали ручным методом, готовили среды, культивировали их. И стоял у нас этот анализ, инкубация шла 28 дней. Тогда был отчёт через этот период времени, а сейчас вот через два часа уже мы можем дать ответ. И всё-таки важнейшую роль в борьбе с туберкулезом уделяют проведению целенаправленных и своевременных мер по профилактике этой болезни. Пробы реакции на МОНТУ у детей и обязательное рентгенологическое обследование у взрослых – основные методы выявления заболевания. Профилактикой занимаются вообще лечебные учреждения. По противотуберкулезной работе профилактика – это профилактические флюорографические осмотры. Это у взрослых и у подростков с 15-летнего возраста. У детей это туберкулезная диагностика. Вообще лечебная сеть этим занимается, мы это контролируем. Но оценку можно поставить удовлетворительно. То есть объём и флюорографии, и туберкулезной диагностики – он достаточный. Есть единичные случаи отказов от туберкулезной диагностики среди детей. Игнорировать флюорографию и туберкулинодиагностику у детей неразумно. При близком контакте с носителем бациллы Коха заболеть может каждый, вне зависимости от социального положения. Человек может заразиться на улице, в общественном транспорте и в магазине, если в это время рядом оказался больной туберкулезом. Другой вопрос, что микобактерия становится активна в организме далеко не у каждого человека. Из 10 инфицированных заболевает в среднем 1 человек с ослабленным иммунитетом. Из всей пугающей нас информации важно то, что туберкулез успешно лечится, и в регионе хватает и врачей, и необходимых лекарств. Её можно победить? Можно. Потому что мы знаем, кем она вызывается. Мы, в принципе, знаем, кто является источником этой инфекции. Мы просто только в поиске этого источника. Потому что один необследованный в год может до 10 человек заразить здоровых, или условно здоровых, у которых болезнь начнёт проявляться. А у самого она может и не проявляться, он может и не знать, не ходить на флюорографию. Большинство симптомов туберкулеза не специфичны, говорят медики. Распознать болезнь самостоятельно очень сложно. Поэтому ранняя диагностика – это ключ к вашему здоровью. Ирина Цепетова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». В регионе ожидается третья волна заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом сообщила главный санитарный врач региона Наталья Кирхар на Координационном совете по здравоохранению. Заболеваемость ОРВИ в Ненецком округе начала расти уже сейчас. На прошлой неделе зарегистрировано 363 случая ОРВИ, в том числе 295 у детей и один случай гриппа. Напомню, пик заболеваемости населения ОРВИ и гриппом в регионе пришелся на последнюю неделю января и начало февраля текущего года. Тогда эпид-порог был превышен в три раза. В начале апреля мы ждем третью волну. Она будет предположительно короткая, менее интенсивная. Условно циркуляции вирусов вне гриппозной этиологии. По данным Роспотребнадзора, при подготовке к эпид-сезону 2015-16 годов было привито 12,5 тысяч жителей округа. Это 30% от всего населения НАО. В период с ноября 2015 по март 2016 зарегистрировано более 9 тысяч случаев ОРВИ и 276 случаев гриппа. В научно-исследовательском институте гриппа лабораторно подтвержден 51 случай. Из них 40 – это вирус АН1Н1 и 11 случаев штамма вируса А с неопределенным субтипом. По словам Наталии Кирхар, 7 человек, переболевших гриппом, были привиты. Заболеваемость населения ОРВИ и гриппом в эпид-сезон 2015-16 годов превышала показатель предыдущего эпид-сезона по гриппу в 11,5 раз, по ОРВИ – в 1,3 раза. В тестовом режиме. В Наринмаре и поселке Искатели продолжается внедрение аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». На сегодня установлены все 65 камер видеонаблюдения и 28 устройств обратной связи, гражданин полиции. В настоящее время система проходит тестирование и оснащается программной начинкой. Это необходимо для того, чтобы комплекс заработал в полную силу. Пока камеры видеонаблюдения только записывают данные и отправляются на сервер, где могут храниться до одной недели. После установки необходимых программ у камер появится ряд других функций. Кроме этого, осуществляются функции распознавания лиц, находящихся в розыске. В АПК «Безопасный город» включен ряд таких функций, как определение подозрительных основных предметов, скопление граждан в тех местах, где этого не должно быть в обычное время. Все это автоматически будет отслеживаться и записываться. После перехода на полноценный режим работы в ОМВД будет введена отдельная штатная единица. Сотрудник будет круглосуточно находиться у мониторов и следить за происходящим. Это позволит пресекать преступления в момент их совершения. Также данные могут использоваться службами ЖКХ, МЧС и скорой помощи. В Ненецком округе 26 марта пройдет день бесплатной юридической помощи. Правовую консультацию жителям Ненецкого округа окажут члены регионального отделения Ассоциаций юристов России. Прием граждан будет проходить в формате Дня открытых дверей на базе Ненецкой центральной библиотеки имени Печкова и Государственного юридического бюро. Консультации проведут квалифицированные юристы, в числе которых представители органов власти, а также юрисконсульты Госбюро. День бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов проводят в округе ежеквартально. Самые наболевшие вопросы, с которыми обращаются жители региона, касаются жилищных проблем, трудовых отношений, нарушения прав потребителей. В среднем за помощью в такой день обращаются порядка 30 граждан. 25 марта в столице региона стартует Кубок губернатора по хоккею. Тест-драйв на льду. На новом отечественном автомобиле в Ненецкий округ приехала команда путешественников. Оказались в своей тарелке. В Наринмар приехала группа путешественников, предпочитающих спокойному отдыху экстремальный. Команда с говорящим названием «Дикари» преодолела путь от Самары до Варандея. Там, на берегу Баренцева моря, автолюбители установили флаг в честь 50-летия автоваза. Собственно, на машинах этой российской компании проходит все путешествия «Дикарей». Оценить все преимущества отечественных машин в условиях севера смогли все желающие жители округа. Для горожан «Дикари» провели специальный тест-драйв на площади Мрацей. Никаких проблем нет до сих пор. Ничего не скрипит, ничего ни разу не открутилось. Ничего не надо подстучать, подкрутить. Нет таких потребностей. За плечами нового кроссовера более 3000 километров. По зимникам и автострадам, по тундре и городским улицам. При дожде, морозе и тумане водитель «Тимур» чувствует себя за рулем одинаково комфортно. Ни одного замечания на всем маршруте от Самары до Наринмара, мимо Ульяновска, Казани, Чебоксар, Кирова, Ёшкаролы, Сыктывкара, Усинска и Варандея. Так же, как два внедорожника «Лада 4х4», кроссовер «Лада X-Ray» показывает неплохие результаты. Например, по прессованному снегу на Печоре автопутешественники разогнались до 145 километров в час. Участники тест-драйва на дорогах Наринмара позволить такой скорости не могли. Тем не менее, остались довольны. Одним из первых преимуществ автомобиля оценил губернатор округа Игорь Кошин. Очень хорошая подвеска, мягкая коробка, прекрасные тормоза. Автоваза довольно-таки оборотистая. Понятно, что покажет еще время эксплуатации. Я думаю, что через год можно будет говорить. Если проблем с эксплуатацией данного автомобиля не будет, я думаю, что это будет один из, по соотношению цена-качество, один из самых конкурсоспособных вариантов. Новая машина «Автоваза» отличается от предыдущих моделей качеством исполнения. Современные материалы в отделке салона, надежная шумоизоляция и возможности комплектации. От базовой «Оптима» до усовершенствованной «Престиж». На выбор покупателя – мультимедийная система, навигация, электрозеркала, парктроник, противотуманные фары, климат-контроль, камера заднего вида и другие возможности оснащения автомобиля. Такой набор гаджетов позволяет путешествовать не только по Арктике, но и горной местности. Участники проекта «Дикари» запланировали поездку на Кавказ после серьезной проверки на севере. Отличная машина, ничего не гремит. Думаю, что к условиям крайнего севера она вполне адаптирована, даже в той комплектации, которая здесь представлена. Даже при некоторых обстоятельствах даст фору автомобильным «Нива». На мой взгляд, очень качественная машина. Оценка возможностей отечественного автомобиля – не единственная цель экспедиции проекта «Дикари». Совместно с окружной администрацией и местными предпринимателями автолюбители планируют развивать арктический туризм. Сейчас самый такой момент, когда Турция отпала, Египет отпал. Сейчас самое-самое – это внутренний туризм. Комбинированы маршруты автомобилей, снегоходы, где-то катание, вот правильно Сережа говорит, на собаках, на оленях, где-то что-то просмотры. И выход, допустим, через «Зимник» с инструктором во главе. Там люди, чтобы за рулём сами проехали «Зимник» до Усинска. По мнению опытного туроператора, зимние арктические маршруты будут популярны. Сегодня увидеть настоящую зиму со снегом и северным сиянием можно только на севере. Ненецкий округ, расположенный в европейской части России, – идеальный вариант. И относительно недорогой. Стоимость недельного комбинированного тура по Ненецкому округу оценивается от 50 до 100 тысяч рублей. Желающие есть уже сегодня. Преимущественно – это туристы из Мексики, Израиля, США. Потенциальных клиентов можно найти и на предстоящей выставке «Открой свою Россию». Она пройдёт в Москве с 19 по 22 мая. Проект «Дикари» уже забронировали выставочный павильон, где будет представлена вся информация об арктическом туризме. Департамент образования, культуры и спорта округа дал согласие на совместное участие в выставке. Также установлена договорённость о разработке туров. Центр арктического туризма составит паспорт туристических маршрутов. Предприниматели составят список достопримечательностей и экзотических развлечений. Проект «Дикари», в свою очередь, может взять на себя поиск клиентов и рекламу. «Когда он поймёт, почему он должен приехать в Арктику, в Русскую Арктику, на Рианмар, как отправную точку, он к вам поедет. И сразу за этим выставится вся инфраструктура, все базы отдыха, соответственно, туристическая история. Здесь же, допустим, ресторанный бизнес пойдёт, Хорикса, вот это вот. Это всё, оно полетит как песня». На встрече договорились. Арктические маршруты запустят в следующем году. Для их тестирования в январе 2017 года «Дикари» планируют организовать два промо-тура. Российские туроператоры проедут по арктическим маршрутам и дадут свою профессиональную оценку. Валентина Чибичек, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». На льду становится жарко. 25 марта в Наринмаре стартует кубок губернатора Ненецкого округа по хоккею. В турнире традиционно примут участие сборная хоккеистов НАО и команды недропользователей региона. «Башнефть Полюс», «Лукоил Коми», «Роснефть», «Северная нефть». Команду участники игр уже прибывают в столицу региона и выходят на Наринмарский лёд в тренировочном режиме. Турнир на кубок губернатора Ненецкого округа будет открыт в пятницу встречей команд «Башнефть Полюс» и «Лукоил Коми». Следом на ледовое поле выйдут сборная НАО и «Северная нефть». Во второй день соревнований соперники поменяются. Сборная НАО сразится на льду с командой «Башнефть Полюс», «Лукоил Коми» с командой «Северная нефть». Победители и призеры кубка определятся по итогам игр в заключительный день соревнований 27 марта. Генеральным спонсором хоккейного турнира в Наринмаре выступает «Башнефть Полюс». Кроме того, в столицу Ненецкого округа приедет прославленная российская фигуристка в одиночном катании, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, а также Елена Иванович и Нодарей Майсурадзе, представляющие парное фигурное катание. Прямую трансляцию финальных игр, показательные выступления фигуристов и церемонию награждения жители округа смогут увидеть на нашем телеканале 27 марта. И это были все новости к этому часу. Смотрите далее прогноз погоды.